Нечто подобное планировалось возвести и в Нур-Султане. Легкорельсовая дорога стала бы украшением города, как говорили в столичном Акимате. Работа застопорилась и теперь выяснилось, что все упирается в финансы. Проекту сейчас не хватает полтора миллиарда долларов. Вложено уже 313 миллионов американской валюты, а проделаны всего 15% работ. Естественно, у президента возникли вопросы по проблемному объекту. Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта. По данным Акимата прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2000 человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз, мне непонятно. Одну из причин называют прекращение сотрудничества с Китайским банком. Сейчас еще других инвесторов, конечно, проект уже не остановить и нужно было разумнее подойти к таким масштабным задачам, сказал президент. Причем проблемных примеров в столице немало. В одной только сфере ЖКХ-51 незавершенный объект. Поручаю правительству совместно с Акиматом поставить точку в данном вопросе, внести конкретные предложения. Ответственные лица, предлагавшие такой проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому вопросу должны высказаться депутаты парламента. Интересные кадры появились в интернете несколько недель назад. В Голландии возвели 70-метровый туннель под шоссе всего за одни выходные. Они даже не стали останавливать автомобильное движение ради этого. В нашем городе тоже найдутся такие примеры долгостроя взять хотя бы ту же многопрофильную больницу. Возведение началось еще в 2012 году, а торжественное открытие в декабре 2016 года. Стройка затягивалась, и открытие переносилось не один раз. За моей спиной находится еще один дом, который стоит уже несколько лет в запустении. Сколько вложено миллионов тенге, доподлинно неизвестно. Известно только одно, что хозяина нет, жильцы так и не заселились. И на самом деле это один из примеров долгостроя. Сейчас, когда говорят о необходимости возведения нового жилья и нехватке квадратных метров для очередников, некоторые дома продолжают пустовать и являть собой памятник разгильдяйству. Конечно, каждый год появляются и открываются жилые комплексы в городе, в районах. Людям дают ключи от новых квартир. Однако есть и те дома, мимо которых мы проходим каждый день, и уже перестали их замечать. Вот это здание стоит уже лет 10, наверное, недостроенным. А между тем, согласно жилищной программе, он мог бы послужить на пользу людям и стать жильем для кого-то. Все вопросы, как всегда, остались открытыми и пока нерешенными. Будем ждать, что скажут нам чиновники. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, Рустам Джумашев, ТДК-42.